Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня я предлагаю вашему вниманию серию из игры Ведьмак 3. Можно считать это небольшим анонсом прохождения главного РПГ на моём канале. Очень многие хотели посмотреть именно прохождение Ведьмака в моём исполнении на максимальном уровне сложности насмерть, естественно, на ультра настройках. По этому поводу возникало много споров в комментариях, потянет ли вообще мой комп эту игру, как это всё будет идти, и потяну ли я вот эту безумную действительно сложность, когда убивают буквально с нескольких ударов, если у вас нет нормальной снаряги или нормального скилла. Что ж, давайте и проверим. Серия будет довольно длительная, наверное, полтора-два часа, именно поскольку будут серии третьего Ведьмака, когда я начну его проходить. Сразу значится, что мы смотрим. Мы смотрим, на какой я сложности прохожу. Сложность насмерть, как видите, она максимальная. Ну, сложность игры Гвинт средняя, я его не менял, я в него и не играю, то есть игра довольно на любители, я бы сказал. Ну, естественно, когда я буду проходить Ведьмака уже полностью третьего, мы в Гвинт поиграем, там есть квесты, связанные с ним. Ну, и второй момент, это, конечно же, графика. Общие настройки, все, как видите, стоят на максимуме. Включено NVIDIA Hairworks. Ну, это сглаживание волос, его лучше не включать, разницы никакой нет, а вот FPS просаживает очень-очень сильно. Собственно, настройка NVIDIA Hairworks тоже максимальная. Здесь есть несколько вариантов, то есть поставить низкое-высокое. Есть возможность поставить волосы только у Геральда. Вот эти вот NVIDIA эксклюзивные, когда они там намокают, каждый волосок прорисовывается, можно вообще их выключить. Если ставить и максимальное, то, соответственно, не только у Геральда, но и у всех животных в мире мех становится действительно мехом, а не просто какой-то пластилиновой субстанцией. Но, опять же, это накладывает значительно более серьезные требования к вашей видеокарте. Все остальные настройки запредельные. Соответственно, просто обработка тоже вся включена на максимум. Повышенная четкость, хбао плюс, это освещение, объемный свет. Так что игру вы увидите в максимальном ее качестве, на максимальном уровне сложности. Смотрите, какая красота. Именно на этом моменте я закончил, собственно говоря, проходить. Игру, свою кампанию, я уже прохожу второй раз, для того, чтобы, так сказать, квест Пройти из ДЛСа кровь и вино. Сейчас у меня 19 ранг, соваться туда смысла никакого нет, рекомендую, насколько я помню, 34 уровень у Ведьмака, чтобы выполнить это задание. Мы находимся на островах Артскеллинга, на одном из маленьких островов. Хотел вам показать мир в этой серии, ну и, соответственно, его изучать интересно, но вдвойне интересно, если вы проходите вместе с квестами. Поэтому выполнить дополнительное задание под названием «Заказ призрак Цельдберга». Надо поговорить с Йорундом из Оренбьорна. Плывем на соседний остров, заодно и морские прогулки также вы понаблюдаете. Эта лодка, видать, кем-то уже у нас занята, поэтому возьмем соседний. Вплавь можно доплыть, но это будет довольно-таки... Долгий процесс. Вот, смотрите сами, размеры мира. Это маленький остров, здесь тоже есть куча квестов различных. Все знаки вопросов, с которыми отмечена карта, это неизвестные места там, где я еще не был. По сути, скельги я вообще не изучал. И переплыть нам надо вот сюда вот, в деревню Оренбьорн. Ищем другую лодку. Геральт не хочет в этой плыть. Или точнее, может быть, она кем-то занята. Если вы не играли в третьего Ведьмака, просто зацените размеры мира, качество графики. А какие здесь шикарные погодные эффекты, это просто не описать словами. И довольно серьезные требования к вашей графической подсистеме, они оправданы. Сто процентов. Поплыли. Сейчас у нас утро. Время местное 6.52. Лодка может разлететься, если вы врежетесь в скалы или напортитесь на каких-то морских чудовищ. Вот там, по-моему, у нас утопцы. Я не ошибаюсь. Как бы здесь не сесть на рифы, да, вот о чем я и говорю. Видите, сразу нос лодке повредился. Там подводный скал, лучше, да, не поплывем. Оплывем по более широкой дуге. Дна уже не видно. Глубина довольно-таки большая. И если лодка развалится, придется нам вплавь преодолевать все это гиганское пространство. По поводу брони. Многие, опять же, спросят, что сейчас нам не одето. Доспехи Сундвика. Уровень брони 16. Это одни из лучших, которые можно добыть. И они были в ДЛС. Вначале при релизе их не было. Очень хорошие характеристики. И по броне тяжелый доспех 110. Ну и очень солидное сопротивление урону от колющих ударов, рубящих ударов, ударному урону, урону чудовищ. Против стихии есть сопротивление. Дальше я буду надевать доспехи Школы Медведя. В принципе, я могу уже их сковать. У меня уже есть чертежи. Все это было найдено. Но там нужен 20 ранг для того, чтобы их найдеть. У меня пока что 19. Вот чуть-чуть не хватает. Может быть, после этого квеста как раз я и смогу их надеть. Ну а оружие у меня. Серебряный меч Школа Кота. Соответственно, стальной меч тоже Школа Кота. 17 ранг. Одни из лучших мечей. Есть вот такой вот корабел. Полно у меня редких клинков. Но все они в сундуке лежат. Собственно говоря, с этих схронов вы можете из тайников забирать свои вещи и туда их складывать. Редкие вещи. Броня меняется. Можно надеть вот так вот, скажем, доспех. Реданского либордиста. Но характеристики более худше, чем моей брони. Да и ранг для него нужен всего лишь 11. Меняются и перчатки. Все это добро можно вообще снять. Ну и Геральд останется в одних, так сказать, портках. Спаги тоже, соответственно, меняются. Штаны меняются. Но у меня полный комплект доспехов. Я оставил вот так вот, как есть. О, у нас тут гости. Сирена. Пассажиров не беру, извини, детка. Почти полтора километра нам плыть по морям. По местным. Но я хотел показать это море. Я бы мог, конечно, доплыть сразу и начать с главного острова. Практически из Каэртрольда. С главной крепости. Но я решил поплавать по морям. Так, у нас здесь что-то есть. Контрабанда, по всей видимости. Можно нырнуть и попытаться забрать это барахло. Правда, там кто-то плавает. Я вижу. Топ-С. Бить их можно из арбалета. Я не знаю, как под водой стрела не останавливается. Стояние, наверное, небольшое. Взбивают мне они прицел. Не дают выстрелить. Да и дамаг наносит весьма, кстати, нехилый. Считываю, какой у них ранг высокий. Все, вроде бы я с ними разобрался. Выпил улучшенную ласточку. Ласточки, кстати, надо бы пополнить. Осталось три. Максимум четыре, может быть. Ну и теперь пронырнем и соберем контрабанду, которую здесь оставили в бочках, в сундуках. Меч, сидельные сумки, аметистовая пыль. Флорена. Это одна из местных, так сказать, валют. Которые можно поменять в Новиграде. Броня, рунные камни, сапфировая пыль, которая стоит очень дорого. Скончается кислород, но надеюсь, что... Хватит, чтобы всплыть. Здесь небольшая глубина. Наверное, около десяти. Гномский гвихар. Так, забираем и всплываем. Все, мы здесь все обыскали. Сейчас посмотрим, что мы нашли. Залезем на нашу лодку. Так, и смотрим. Ну, гораздо хуже оружие, чем наше текущее. Продать это добро можно. Оружие здесь можно и любые предметы разобрать. У ремесленника, у кузнеца. На составные части. И из них сковать что-то другое. Соответственно, чтобы выковать какие-то уникальные доспехи, вам надо покупать чертежи. Опять же, искать ремесленника, искать компоненты. И все это дело, так сказать, ковать. Вот, примерно, ремесло делается таким образом. Вот что умудрился я пока найти, скупить чертежи. Ну, гораздо больше можно, естественно, найти всего этого добра. Я особо не заморачивался пока с поиском уникальных доспехов различных школ. Хотя, часть уже из них собрал. Но школа волка, школа грифона еще предстоит, так сказать, постичь. Тем более, на новиградской карте тоже далеко не все исследовано. Вот мечи. Есть очень приличные. Типа, вот, горный зуб, серебряный меч, плюс 181 урон. Правда, многие характеристики здесь хуже. За счет того, что у него нет усилений рунными камнями. И только один из них можно вставить. Вот, смотрите, гномский, гвихир. Остальной меч. Плюс 186 урона относительно моего, но ранг 42-й нужен для него. Ладно, давайте. Что у нас, кстати, за броня была? Ну, я думаю, что она гораздо хуже, чем наша. Да, гораздо хуже. Доспехи можно ремонтировать. Как видим, у нас уже 71% прочности. Давайте-ка мы инструментиками нашими повысим его. 86. Ну, сойдет. Больше я пока не буду улучшать. Хотя у меня есть более продвинутые инструменты броня для ремонта. Обойдусь пока и такими показателями. Чтобы полностью отремонтировать броню, надо найти кузнеца. Соответственно, он там сможет вам сковать новую броню по чертежам. Если у вас есть компоненты. Либо отремонтировать то, что у вас умеется. Ну, вы можете это делать и сами. Вот таким вот ремонтным набором. Если вы находитесь далеко от городов, поля. Тогда спокойно занимайтесь ремонтом самостоятельно. Ведьмак 3, наверное, самая красивая RPG из всех, которые выходили. Я думаю, тут никто спорить с этим не будет. Игра, которая получила столько наград, что некоторые игры и десяткам не получат. То есть, если объединить некоторые 10 игр, окажется... Хороших игр. Окажется, что наград у них меньше, чем у одного третьего Ведьмака. Это шедевр. То есть, после этой игры, любые RPG, которые вы будете проходить, будут считаться... Казаться детским лепетом. Это настоящий живой мир. Каждый квест, в который в этой игре продуман и сделан вручную. Я не знаю, сколько труда было вложено в эту игру, но просто неимоверное количество. Я ее буду проходить, естественно, полностью. Стараться выполнить все побочные квесты, все ведьмачьи заказы. Естественно, основность уже так же будет скрупулезнейшим образом пройдена. Я считаю, что это будет одно из самых атмосферных и полных прохождений на русскоговорящем ютубе. Меньше, чем за 100 серий, мы не уложим сточно, если они даже будут по полтора, по два часа. Поэтому приготовьтесь к весьма длительному путешествию и приключению. Ой-ой-ой, у нас опять здесь гости. Сейчас, может быть, прицепятся. Или сирены, или эхидны. Плывет под водой эта хрень за нами, вон они. Еще какое-то одно место с контрабандой, но не будем останавливаться. Давайте плывем уже к виску. Я, в принципе, показал вам, каким образом их контрабанда добывается. Не все знаки вопроса связаны именно с ней. Да, как-то все-таки прицепилась. Сирена, привет! До свидания. Пиши письма! Из мира не полна. Вот разрывной болт, если поставить в арбалет, то он хорошо действует именно на открытом воздухе. И если поставить его и попытаться сражаться под водой, то он там дамаг наносит весьма и весьма слабый. У него убойная сила крайне мала. Там нужно стрелять обычными боеприпасами. Стандартными арбалетными болтами. Они под водой наносят урон гораздо больше. Чем мощнее арбалет, тем больше шанс убить с выстрела под водой любого противника. Вот утопцы, с которыми сражались. Они были достаточно высокого ранга. Сирены, соответственно, и ехидны. Они тоже могут нырять. Почти добрались. Осталось каких-то 200 метров. Вот такие вот гигантские пространства. Вот сейчас мы приплыли на главный остров. Арсхельг. Здесь находится и главная крепость. Каэр-тролли. Все это происходит в реальном времени. То есть никаких подгрузок в этом мире вообще нет. Арт Скеллинг. Деревня Оренбьерн. И еще момент, кстати. Я не буду пользоваться быстрыми переходами. Переходы быстро я буду делать только в те области, куда я не могу пройти пешком, проскакать на платве, либо своим, так сказать, бегом добраться. Платва-то где? Платва там заблудилась между тремя соснами. В принципе, осталось 86 метров, поэтому мы и без нее доберемся. Недалеко. Во-первых, если вы не пользуетесь быстрыми переходами, вы посмотрите мир, найдете кучу дополнительных квестов, которые вы не найдете, если будете перемещаться только с помощью быстрого перехода. Ну и это нарушает, на мой взгляд, атмосферу. Да, это будет дольше, но это будет интереснее и честнее, на мой взгляд. Я, по крайней мере, играю без быстрых переходов, чтобы не терять атмосферу в игре. Платву я вам покажу. Кто не знает, это лошадь Геральда, он всех своих лошадей называет платва. Уже и сидельные сумки прикуплены, и шоры, и отличное седло, которое позволяет лошади дольше держать максимальную скорость. Это, ну, иногда помогает уйти от врагов, иногда помогает на скачках. Можно драться на лошадях, можно выезжать в города. То есть полная свобода действий. На лошадь можно вешать различные трофеи, которые улучшают характеристики вашего персонажа. У меня, по-моему, сейчас висит от Экима что-то там. А, туманник от трофея, он увеличивает приток золота на 5%. Можно повесить, скажем, там, голову Грифона, модифицировать на 10% шанс отрубить конечность. И вот, смотрите, эта голова смотрится уже на боку лошади совершенно по-другому. Ну, давайте поговорим с кваснодателем. И гляди-ка, чего море выбросило. Эй, ты! Из какого клана? Не из какого. Я с большой земли. Здесь пьют только воины Скельги. Ну, вот сразу начинается проблема. Какие-то два бармота пытаются нас затролить. Есть выбор вариантов ответа. Если я выберу второй, соответственно, скорее всего, будет драка, и придется их убить. Это обычные крестьяне, и немного чести убить их в бою для Ведьмака. Поэтому давайте попытаемся выбрать более миролюбивый вариант ответа. Мне не нужны неприятности. Глядите, люди! Стоило повысить голос, а он уже поджал хвост. Как пес, заслышавший волчьевой. Жрать хочешь? Так выходи во двор и жди. Что мы в мисках оставим, Ильги заплетень выкинет. Кто путешественника под свой кровь не примет, тот стыдом себя покроет и позором. Или отец вас не учил? Думай, что говоришь о моем отце, Йорунд. Не то спать будешь под курганом. А ты, чужак, запомни. Здесь не Кайр Трольде, а мы не Анкрайты. Нам не нужны гости. Я бы на его месте их зарубил. Просто два откровенных хама, которые пытаются за счет унижения других повысить собственный же авторитет в своих, собственно, глазах. Но это крестьяне, повторяюсь, поэтому малая честь убить его в бою. Тебя, значит, путники не раздражают. Меня раздражают глупцы. Не важно, откуда они родом. Геральт из Риви, ведьмак. Йорунд, сын Сигвальда. Если тебе не с кем выпить, садись со мной. Поделюсь медом и рассказами. Давайте с ним поговорим. По поводу, как раз, заказа. Он и есть тот, кто нас нанимал. Вот такие вот встречи, случайные, происходят в мире ведьмака очень часто. Вы просто путешествуете по миру и где-то натыкаетесь на людей, которые сражаются, разговаривают, решают свои проблемы, и они просят вас помочь. У вас есть всегда выбор либо отказаться, либо вступиться. И иногда такие микро, казалось бы, квесты приводят к очень длительным историям и просто офигенным по качеству заданиям. Сложно объяснить, это надо именно смотреть. Все увидите во время его прохождения. Да, Геральт. Эти двое ребят, которые ко мне прицепились. Кто они такие? Кори и Краки. С ними одни неприятности. Так же, как и с Лейфом, их отцом. А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому. Если тебя интересуют лжецы и трусы, то очень даже интересная. Я редко вызываю такое оживление. Должно быть, нечасто у вас здесь гости с большой земли. Конечно, нет. Если кто из Семерии или Редании и отважится приплыть на Скеллиге, то заходит скорее в Каиртрольде. Там порт хороший, купцов много. И Ярл на приезжих благосклонно смотрит. Говорим о квесте. Кстати, квест 17 уровня у нас 19-й. Но так как он связан с призраками, это всегда опасно. Призраки и туманники даже более низкого ранга, чем вы, на сложности насмерть, могут убить очень легко. Пару ударов и вы труп. Я видел твое объявление. Подробнее можешь рассказать, что у вас за чудовище? Я так думаю, это дух. Или еще какой морок. Он появляется на Эльтберге у маяка. Ох. Начиналось все безобидно. Однажды ночью маяк не зажегся. А без него корабли не могут безопасно пристать к Оренбьорну. Вот двое наших и пошли проверить, что случилось. Дай угадаю, они не вернулись. Нет. И о Мике или смотрителе маяка тоже ни слуху, ни духу. Позвал я пару мужиков, поплыли мы на помощь. Но когда мы уже были у острова, я повернул обратно. Потому что на берегу я увидел призрак. Ты, наверное, думаешь, что я трус. Но одним железом там не справиться. Единственное, что я мог сделать, собрать со всей деревни золото для награды. Как поможешь, будет твоим. Вот тут можно поторговаться. Можно принять заказ сразу, а можно повысить ставку. Йорунд, ты мне нравишься, но дело есть дело. Тебе придется немного добавить. Смотрите, как лица сделаны. Прорисовка просто охеренная. Плюс мимика на лице. То есть у него каждая морщинка двигается. Лицо как живое. Это самая красивая реализация лиц, которую я видел во всех вот играх. Давайте сильно не будем усердствовать, иначе он может отказаться. Если раздражение будет нарастать, так можно и не сговориться с ним. 280, я думаю, в самый раз. То есть 25-30% без раздражения ставку можно поднимать. Тем более, деньги у меня есть. Это не принципиально важно. Отлично! Да будет так. по рукам. Я посмотрю, что удастся сделать. Спасибо, Геральт. Хороший ты мужик. Итак, направляемся на маяк для того, чтобы узнать, что там за призрак. Сот метров. Так, по карте посмотрим, где это вообще находится. А, ну ясно. Мы как раз проплывали, кстати, мимо этого маяка. Я еще на него внимание обратил. Предлагаю помедитировать. Один час, заодно покажу вам, как происходит медитация. если у вас есть компоненты и уже сваренные эликсиры, то за час медитации они все будут готовы. Плюс можно так время протянуть. Допустим, если вам нужен ночной квест, обязательно прийти куда-то ночью. Вы можете помедитировать и не ждать, пока эта ночь наступит. Атмосфера в этой игре офигенная. Такими видами мог похвастаться, пожалуй, только Скайрим, но он бесконечно проигрывает Ведьмаку именно по квестам. В Скайриме они очень многие были однотипные, кроме основного сюжета. Здесь же каждый квест сделан вручную. Да и просто размеры мира здесь гораздо больше. И он гораздо лучше прорисован и проработан. Где-то нас не туда ведет по-моему указатель. Потому что маяк находится вообще в совершенно другом месте. Ну, я так понимаю, что он выбирает маршрут по дороге, а мы можем срезать. Главное найти место, где можно спуститься с горы. Вон маяк нам туда. Собирая траву, которая попадается по дороге, вижу уже там то ли сирен, то ли стаехидная. Здесь вроде можно бы как бы спуститься. Она такой слалом с горы. Можно доплыть на лодке, но мы доберемся, я думаю, пешком. Я не уверен, что там можно этого маяка причалить. Я не помню, можно ли это сделать. Квест я смутно припоминаю, но проходил я уже его давно. С этими тварями, когда они многочислено летают, лучше не связываться. Опыт дают крайне мало здесь за уничтожение каких-то вот таких мелких монстров. По одной единице там ну максимум по пять. То есть основной опыт вы получаете с квестов выполнение. Так, нас заметили. Ехидно это. Повторяюсь, лучше не связываться. Они окружают и начинают бить со всех сторон. То есть атакуют с воздуха крайне сложно с ними справиться. Взбивать надо либо знаками, либо вот смотри кстати по поводу знаков. Арт это у нас телекинетический удар. Аксей влияет на разум противника. Игни соответственно поджигает. Квен это щит. Ирден это ловушка магическая. Но у меня стоит квен. То есть если вы вставляете этот щит, то первый удар проходит от противника по щиту, а не по вам. И есть еще один момент по поводу прокачки. У меня есть одно доступное очко умений. Я его специально оставил, не стал распределять, потому что планировал запись. Вот. Вы можете качать здесь разные скажем так направления. Это знаки, фехтование, то есть бой, алхимию, умение. Ну здесь максимальный уровень здоровья улучшается. Я это особо не качаю. Здесь есть мутагены, которые вы можете вставлять в ячейки специальные. и соответственно увеличивать уровень ваших там различных перков. Перки вставляются также сюда. Вот тут мы уже можем кстати вставить еще один мутаген. Сил атаки плюс пять. Сюда вставляем и тут можно поставить тоже несколько дополнительных перков, которые мы хотим. Вот можем купить навык быстрые удары точные. Именно его я хотел прокачать. Всегда есть соблазн естественно прокачать что-то другое, но очки выбора довольно-таки ограничены. Отражение стрел тоже можно поставить. Вы сможете если стоять в блоке отбивать стрелы. Ну и тут разговорные в основном у нас перки, которые в диалогах добавляют разные варианты ответа. То есть если вы хотите на противника надавить, используйте один из знаков аксий и заставляйте его сделать то, что вам нужно. Ну не тратить деньги допустим, или он что-то не хочет там делать. Идем дальше. Придется немного все равно поплавать. Здесь вроде бы нигде не залезть. Слишком крутой берег. Травы можно собирать даже под водой. Некоторые из них растут как раз под водой. с помощью ведьмачьего чутья это несложно сделать. Видите, игра работает абсолютно стабильно, никаких прогрузок, никаких там багов, дерганий, глюков, ничего этого нет. хотя требования у нее очень высокие. То есть не обольщайтесь, если там сейчас посмотрите, скажете о, у меня там какой-нибудь средний говеный компьютер, я смогу поставить на ультра и поиграть. Нет, она действительно довольно много жрет ресурсов и процессора и видеокарты, особенно видеокарты. и нужно иметь очень приличную систему, чтобы играть на ультра настройку. Вот здесь интересно, мы сможем подняться? Да, сможем. Отлично, забираемся на землю, не водоплавающие. Я, кстати, вижу уже на карте какие-то два объекта, три объекта. Так как они не двигаются, я делаю вывод, что это бандюки. Это люди или пираты? Потому что монстры, они обычно шевелятся. Да, бандиты. И вот он, первый бой. Сдаем стальной клинок, стальной против людей. Серебряные против монстров. Вот они втроем сейчас будут пытаться окружить. можно заколдовать, в принципе. И попытаться вырубить с одного удара противника. Минус А1, минус 2, и попробуем Аксием. Да. Мы его убиваем, причем это делаем в фаталите. Лутаем все, что у них тут было, еда, всякие-то пары, они стоят довольно дешево, но иногда пару копеек не хватает на хороший доспех или меч. Больше у них ничего здесь и не было. Вот они по нам попали один раз, но броня сдерживает урон весьма неплохо. По крайней мере от людей, от чудовищ уже хуже. Но это одна из лучших брони, которую вы можете надеть. У меня есть сейчас броня кота, школа кота легкая. Она довольно-таки фигово держит именно урона от рубящих, колющих, ударов, людей, поэтому я оставил тяжелую броню. Следующую бронь я надену школой медведя. 20 ранга достигну и можно будет в принципе ее выковать. Снег пошел. У брони школы медведя очень хорошие характеристики именно по предотвращению урона от людей чудовищ выше, чем у этой брони. Правда, сопротивление стихии им хуже. Но все эти броньки уникальные разных школ можно улучшать. То есть находить дополнительные чертежи и совершенствовать их до мастерского уровня. Тогда любая из этих броней превзойдет те, которые вы сможете найти в игре. Но там нужный уровень персонажа очень высокий. Чтобы скажем надеть усовершенствованную броню школы медведя улучшенной. По-моему он нужен 23 ранг если я ошибаюсь. Школа кота 23 нужно точно. А на маяке то у нас туман. Не все там так радужно. Что там за призрак? Смотреть остров Эльберк и найти Михьяло смотрителя маяка. Вот Арт Скелек острова напоминают очень сильно мне чем-то мир Игры Престолов. Пираты. Жестокий мир. О видите отбил стрелу а не было бы у меня этой штуки этого перка он бы меня сейчас пронзил бы. Ну что чувак давай а вот сейчас не отбил. Не получилось фаталити добить. У вас тут двое что ли было? Попробуем убить их в честном бою по крайней мере. Ставлю последнего для фаталити. пробивает. Придется ласточку использовать для того чтобы отделаться. О, это у чувака кровотечение и он умер от потери крови. раз спать родила раз и подыхать. Ну давай иди сюда. А нет их двое. Что это может быть? Трое? Да сколько ж у вас тут пирата расплодилось. Можно попробовать их артом пригвозить. У одного кровотечения. ну а этого заколдуем. Вот такие вот красочные фаталити бывают. Видимо кет третьим. Без проблем с ними разобрались. Их было пятеро на одного но и довольно высокого ранга ничего они сделать не смогли. мало что у них тут есть пригодное пригодного. Кстати по поводу этого острова. Так как там имеются призраки нам надо бы скашеварить заранее масло против призраков. У нас есть возможность изготовить улучшенное масло против призраков. Мы это делаем и сразу им смазываем наш меч. Вот оно. Есть улучшенное масло против трупоедов но я его использовал чтобы справиться с туманником там очень опасная была тварь 12 ранга и буквально с одного удара снимала половину хп у Геральда. Обила сериями поэтому вернуться было чрезвычайно трудно. Пробивала квен и начинала дальше лупашить. Вот я это масло использовал. Сейчас мы используем масло против призраков 25% урон по призракам добавляет. 40 ударов можно нанести но в бою можно нанести еще раз будет. Сколько здесь разбившихся кораблей ладьи викингов. вопрос а можно здесь пройти может быть и можно главное не свалиться. Отлично прошли. Это необычный туман. Да это необычный Геральд туман похоже все это к ощущению что на работу туманника. Пока что ласточек хватит но перед сражением главным с призраком с Эльберга надо будет снова сварить эликсиров. А вот и призраки. Но это еще не он. Тут поможет Квен. То бишь охранный щит. Какой у них охранник. Офигеть сразу. Пробивая щит. До свидания. По-моему 15 ранга. Отличное привидение. Даже если оно исчезнет это ничего не изменит. А вот и тихо. А вот и первый чувак который пошел сюда сражаться с призраком. его останки. Рана на спине. Он бежал. Фу. Но мы бежать не будем. Нам придется сражаться. Весь маяк в тумане. еще одно тело. Он почти успел спрятаться. Почти. Почти не считается. Заберем здесь все что есть. Я думаю что хозяину этого дома не понадобится больше эти предметы. Эй есть там кто? Как ты сюда попал? Приплыл. Это же остров. Ты Микки сторож маяка. Меня прислал Йорун Саленбьерна. Откуда здесь все эти призраки? Последний раз я такое видел под Вергеном, когда... Ни откуда. Вот именно что ни откуда. Пламя вспыхнуло и тут же погасло. С этого все и началось. Я пошел сюда за маслом, выхожу из дома, гляжу, туман поднимается. А тут духи как полезли и на меня. Вбегаю я внутрь, задвигающий колду, и слышу вроде как кто-то шепчет мое имя. Никки Никки Выглядываю призрак больше остальных и таким холодом от него било, что аж стекла инеем покрылись. По описанию вообще похоже на воинов Дикой Охоты. Этот призрак Расскажи мне о нем побольше. Он он вроде был умнее остальных. Как будто он знал все знал. Только тебе наверное это не сильно поможет, да? Ты прости, но я и видел ты его всего раз, а потом он куда-то пропал. Эти духи появились здесь не без причины. Что-то их привлекло. Какие будут мысли? Понятия не имею. Тут же ничего нет. Маяк, моя хата и все, одни голые скалы. Даже утопцы знают, что на Эльберге искать нечего. Странно это все. Мне нужно осмотреться. Тогда возьми ключ от маяка, если захочешь и там посмотреть. Или укрыться чего-нибудь чего-нибудь. К сожалению, открываться мы не будем. Нам надо будет его убить. Убить мертвого дважды. Идем на маяк. Что-то этот мужик темнит. Я вижу уже две цели. Еще два призрака как минимум. все в тумане. А может быть туманники. Я не помню. Нет, все-таки призраки. Туманники так не двигаются. Ну иди сюда. окончим садим. Как врезали это нехорошо. Когда они атакуют вдвоем, а уж тем более втроем, там в четвером, в пятером, это становится серьезной проблемой. Атакуют со всех сторон внезапно. Еще и оглушают. первую атаку надо или блокировать или уклоняться, иначе он пробивает вам целую кучу хп. Вот с одного удара видите сколько снял. Можно помедитировать час. Можно. А можно сразу идти на маяк. Две ласточки не так уж и много. если не навалиться более массированными силами, можно тут и кануть в лето. А я ведь не сохранялся достаточно давно. Автосохранения не было. Кстати, я не буду использовать сохранение вообще. Сложность насмерть будет пройдена без сейвов. Наш хардкорный канал, а не канал каких-то слоупоков. сохранение для слабаков. Берем факел. Быть может он нам понадобится внутри маяка. фигеть, вот это вида. Давим с прорисовки километров наверное на 10 как минимум. Нам надо обыскать маяк, чтобы понять, что здесь произошло. Откуда взялись эти вообще призраки. Более мелкие для нас не особо опасны. сколько у нас еще ударов осталось? 20 ударов по призракам. И надо будет снова клинок смазывать. Так, тут у нас что-то есть. Какой-то какое-то письмо. давайте почитаем. Микьяль, есть ли тебе работа? В Ринбьорн зайдет корабль с фарера с грузом шкур. После полуночи ты должен погасить маяк и не зажигать, покуда не дадим тебе знак факелом. Добычу делим как всегда. Получишь десятую часть того, что море выбросит на берег до встречи. Ну вот, пожалуйста, под фонарем темнее всего. Да. То есть они, короче, с пиратами этот смотритель заманивал корабли на скалы и они разбивались. Потом забирали всю добычу и расходились счастливые. Все эти остовы от кораблей ладьев, они оставались после вот этих крушений. Смотритель маяка во всем виноват. Понятно, мы еще маяк-то и не зажжем. здесь больше ничего нет. Возвращаемся назад. Но что-то мы еще не обыскали. Надо будет проверить около маяка окрестности. Что-то еще осталось. Зона поисков все еще, как видите, вокруг нас. Ага, какие-то руны. Символы связи, проявление злой воли, направленной и сконцентрированной. Значит, проклятие. Оно и держит здесь призраков. Накаянник? Хорошо, что он пока не появился. В таком тумане и в темноте убить его будет невозможно. Нужно зажечь маяк. Если про... Так, секунду, посмотрим, что это за покаянник. Чудовище, захвативший остров Эльберг и его маяк, оказался редчайшим призраком под названием покаянник. Место, где он появляется, сразу охватывает мгла, в которую, если люди заходят, то обратно, как правило, не возвращаются. Чтобы победить покаянника, нужно постоянно двигаться, уворачиваясь от ударов этой чрезвычайно ловкой твари, которая исчезает и мгновенно возникает вновь, чтобы нанести удар в спину. Самое же важное в борьбе с покаянником узнать, что вызвало его к жизни и разрушить эти узы как можно быстрее. Так, что поможет? Масло против призраков, лунная пыль, бомба, но бомбы я не люблю, знаки Ирден или Квен. То есть, его можно сжечь, что ли, получается? А точнее, не сжечь, а магическую ловушку устроить. Микель, то проклятие удерживает его в этом месте. Только он может разжечь огонь, который снимет чары. Микеля прокляли и надо поговорить с ним по поводу того, что он заманивал корабли и уничтожал их, а потом просто грабил вместе с пиратом. Вот у нас уже и гости. Как я и знал, что не дадут спокойно дойти. Покойся, с миром. И еще один. Сколько мне еще пробивает вторым ударом? Первый блок снимает, а второй пробивает еще. Для каждой твари нужен свой подход. Вы должны знать, с кем вы сражаетесь, иначе от вас оставят на сложности насмерть. Рожки да ножки. У нас очень мало осталось еды, которая восполняет хп, и восполняет довольно медленно. Осталось всего две ласточки. Поэтому я предлагаю помедитировать. тихо, помедитировала, блин. И еще призраки. два удара у нас осталось масло. И пока я не могу использовать щип, теперь уже могу. разобрались. Идем к нему. Ну тут восполнимся чем-нибудь другим. Сырого мяса поедим, воды попьем. Не буду я использовать ласточку для того, чтобы все хп восполнить. Посмотрим, что мы вообще из еды можем загрузить. По-моему, у меня были медовые соты. Да, вот вместо даже яблок я засуну их. Нормально, хп восстановлено. если мы будем биться с ним днем, это, наверное, будет лучше, чем ночью. Хотя, там было написано в бестиарии, что если он нападает, этот покаянник, то, соответственно, наступает мгла непроглядная. сделаем на всякий случай автосейв. Но я уверен, что мы справимся с ним и без допсохранения. Я же сказал, что мы не будем пересохраняться и перезаходить. оказывается, на этот остров приходит покаянник. Это дух, который наказывает за злые дела, за преступления. Например, такое преступление, заманивать корабли на скалы, чтобы потом их грабить. Не выкручивайся, я нашел письмо. Все равно драккары то и дело тонут. Это ж море. А если он у острова разобьется, так хоть товар напрасно не пропадет. Вернемся к этому позже. Сперва ты должен мне помочь. Но как? Вуин из меня никакой. Догадываюсь. Но проклятие связывает тебя и это место, так что только ты сможешь его снять. К счастью, тебе придется просто разжечь огонь на маяке, ибо покуда остров покрыт мраком, покаянник непобедим. Если я отсюда выйду, этот призрак меня убьет. Я чувствую это. Может, ты сам... Я буду тебя защищать. Хватит искать отговорки, просто возьми масло для лампы и пойдем, пока я не передумал. Смотри, он там. Это он. Ну, вижу, не ори, просто зажги огонь на маяке и помни, если ты напортачишь, покаянник сперва убьет меня от тебя. Поддержи, что умеешь. Итак, у нас закончились масла. Наносим. Быстрее. Пока я еще выдоху. Я не знаю, сколько я выдоху, я вообще по нему дамаг, я так понимаю, не могу нанести, пока он не зажжет огонь. У-у-у-у-у. Это что за хрень? Четыре призрака. Вот это ребята жопа. Вот он скил-то где, смерть или победа. Убивают, еще и сзади заходят ганты. Я вам быстрый. Нет, я его не дамажу, к сожалению. Пока что маяк не горит, я не могу нести ему урон, он неуязвим. Где-то Михель, придурок, он зажег. Зажег огонь. Теперь задело. Вторая волна призраков. Могу ли я тут с ними справиться такой оравлой? Пробивают. Бьем ласточку. Один из самых сложных кустов. Я выбрал вам показать товарищей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наяривают. Нельзя им дать позволить со спины обойти. Когда они бьют со всех сторон, вы вообще оттуда не выберетесь. Так, духа. Надо их по одному выключить как-то. Нежелательно бы ослаблено. И еще раз намазываем, у нас кончились масла. Время ласточки. И еще раз намного оттуда не уберетесь. Смешно. И еще раз намного оттуда не уберетесь. Не уберетесь. Ну что, твоя свита уничтожена Теперь только ты и я, да? Фигеть Да, за один дар снимает очень много И бьет именно со спины Ёлки-палки Вы поглядите, пол хп улетает Так, надо восстановиться, прежде чем с ним еще раз Под щит и вообще с ним не связываемся Просто уворачиваемся Придется пить последнюю ласточку и Рискнуть Блюда, пробивает любой блок Самое хреново, что он заходит Именно со спины Если камера некорректно сработает, все Крындец, приехали Даже не сможете развернуться Давай, пара ударов по нему осталось Вот это была жара Получилось? Получилось Но это вовсе не значит, что остров в безопасности Потому что на нем остаешься ты Сторож маяка, который заманивает корабли на скалы Это была ошибка Теперь я понимаю Клянусь Фреей и всеми богами Большой Земли Больше никогда Чтобы вы сделали на моем месте Отпустить его Либо изгнать Как бы вы поступили? Простить убийцу? Или же заставить его уйти? Я думаю, что он должен уйти и вряд ли он исправится Таких исправляет только Деревянный ящик Два на метр Да, больше никогда Потому что как только мы закончим этот разговор Ты соберешь вещь и уедешь Навсегда, понял? Да как же я? Угу, понял Понял? Коотись отсюда Пока я не передумал Собираем все, что осталось С призраков Обычно у них очень, видите Дорогие ингредиенты Аметистовая и изумрудная пыль Они стоят бешеные деньги Больше призраки не должны беспокоить Этот маяк мы убили Покаянника И все остальные сюда не придут Так сказать Не приманенные его Злой волей Ну и проклятие снял Смотритель маяка Когда он разжег Пламя А мы смогли убить Этого призрака Возможно Это был кто-то Из экипажей Тех кораблей Которые Здесь разбились Возможно Это был маг И Тем самым Его дух решил отомстить Своему убийце Только непонятно Почему они к нему в дом Не могли ворваться И его там убить Очень хороший вопрос Медитируем Ну и возвращаемся К ерунду Кстати ХП во время медитации Не восстанавливается Я не знаю Как на других сложностях Может быть Восстановление там и есть Может быть Но вот На солнце Насмерть Только Ласточка Или Еда Восполняет здоровье Кстати У нас почти что С вами ребятки И девчатки 20 ранг А вот здесь Мне бы не разбиться Честно говоря Я не хочу допрыгать Не хотелось бы Пасть смертью храбрых Я в этих местах Особо-то и не бывал То есть Не следовал каждый куст Поэтому давайте-ка Мы стандартно спустимся Без экстремальных Скатываний Хотелось бы очень Посмотреть бы на Дождь Если он конечно будет Мы можем еще Помедитировать Допустим до ночи Два часа Двадцать два Но к сожалению По прежнему Идет снег Моя горит Очень все атмосферно Классно Но дождя нет Вернемся к ерунду Получим награду Получим свой опыт Да наверное Я буду заканчивать Хотя может быть Мы вернемся в Новиград Быстрым перемещением Потому что С островов Скеллига Нельзя Другому попасть В Новиград Только Быстрым переходом Ой-ой-ой Сколько здесь Всяк Влетающего Дерьмата И ни одной Лодки нет Поблизости Ну ничего Мы проплывем Своим ходом Благо тут всего Шестьсот метров Кстати В этом районе Есть Жемчуг И можно На дне Пособирать Ой-ой-ой-ой Там сколько Дерьма-то Всякого плавает Там можно Пособирать Жемчужины Драк Вон лодка Виднеется Иду таким Извильстым путем Чтобы вам Максимально Просто показать Возможного Из этой локации Давайте еще Подождем До полуночи Ну к сожалению Ясно Видите Хорошая погода На островах Аркскеллига Это очень Редкая Вещь Обычно здесь Все очень и очень херово Постоянно льет дождь Постоянно грозы Но вот сегодня Как назло На время записи У нас Просто идеальный Штиль Полная тишина Если опыта Хватит То мы Скуем Броню Школу медведя И на этом серии Закончим Если не хватит Ну что ж Тогда Без брони Обойдемся Я скую За кадром А вы увидите Как она выглядит Когда я начну Проходить Уже игру Целиком Это лишь Маленький Отрывок Маленький Отрезок Из Гигантского Приключения Путешествия И это был Дополнительный Квест Это не было Сюжетным Заданием Повторяюсь Сюжет Я вообще Углубляться Не буду Чтобы не Спойлерить Тем кто не Смотрел Предыдущую Часть Но даже Дополнительное Задание Казалось бы Небольшое Проработано Офигенно Есть такие Квесты Доп Квесты Что многие РПГ И основной Сюжет Их позавидуют Этим дополнительным Заданием Здесь нет Квестов Принеси мне Там 10 Шкур Волков Собери Там 10 Цветочков Такого Нету Каждый Квест Здесь Это отдельная Небольшая История По-моему Погода Портится Но До дождя Еще Далеко Может быть В Новиграде Он будет Может быть Луна Вышла Судя По освещению Сзади Очень атмосферно Сделаны Ночные Города Геральт Может гасить Зажигать Факелы В пещерах И в городах Что ж И сейчас Посмотрим Какую награду Нам вообще Выдаст Наш наниматель На 280 Мы договаривались Оренов В бюджете В бюджете У нас Сейчас 3700 Ну то есть Практически 4000 будет Плюс я могу Продать очень много Предметов Если мне будут Нужны деньги Которые у меня В сундуке В Новиграде Находятся И соответственно Получить Дополнительные Ресурсы Пока Они просто Не нужны А вон и Плотва У нас Ожидает Сейчас я тебе покажу Доску объявления На этих досках Вы можете Тоже Находить Задания Можно просто Интересные Какие-то Моменты Почитать Рекламу Рогви Не вернулся Слово Если кто Найдет Его тело Пусть Даст мне знать На нем Были Баранин Тулуп На меху Штаны Шитые Красными Нитками Хергун Это можно Забрать Предпреждение Каждого Кто Пристанет К Хильде Моей избраннице За рублю Армуд Возьму Ученики Неглупого парня С способностями К работе С деревом Работа тяжелая Но за армуд Так неплохой Юрди Даю Лучший мед Делаю Лучший мед На артскеллиге А может И на всем свете Ругер Петур Мошенник Берегите Петура Люди Он мошенник Совести не имеет И острова Позорит Медвежье сало Что он мне продал Оказалось Гусиным жиром Пусть его Гром Паразит И море Поглотит Поход на юг Если ищешь славу Поговори со мной Мы идем на юг Грабить черных Тибольд Ан Друмон Но заданий Здесь никаких нет Просто Объявление А бывает Что здесь проскакивают Квесты Которые вы можете Взять Найти нанимателя И соответственно Выполнить задание Вот как примерно С этим призраком По-моему я на доске Это задание нашел На одной из досок Я выполнил задание И убил призрака Давай деньги Я убил чудовище На маяке Это был покаянник Очень опасный вид призрака И очень редкий Так откуда же он взялся На Эльберге Такой спокойный остров Даже сирены Там гнезд не вьют Кто-то совершил Там преступление Что-то ужасное Короче говоря Вам придется Поискать нового Смотрителя Ну да не важно Поговорим лучше О моей награде А прошу Я все заранее приготовил Ты заслужил Каждую монету И выпивку За твое здоровье Бывай Снова Понравился тебе наш мед Преблуда Ничего так Я серьезен Серьезен как смерть И глуп как жеребенок Который нажрался Белины Ну да я вас Поучу муразовом Придется драться Да Что за Пригни То есть они уже Драться не на кулаках Хотят А на мечах И вдвоем На одного Да еще в узкой корчме Ну как вам Моя магия Ублю Собака Так Надо разобраться Хотя бы С одним из них Иначе Это все дело Плохо кончится Он плохо Пробивает Ублюдки Столько набегов Войн Поединков И сдохнуть От такой мелочи Что я могу сделать Привезти твою семью Ты Не успеешь Это я сейчас Отправлюсь К братцам Вливай Иногда Немного Меду В память Обо мне Йорунде Сыне Сигвальда Который Жил Достойно А умер Глупо Твои сыновья И Что с ними Твои же дьявол Они погибли От руки Какого-то чужака Кори Грати У меня было всего двое сыновей А ты их убил Ты прервал мой рот Очень жаль Но не я искал ссоры Разве чужой Скажет правду Кто первый вытащил меч Не знаю Все быстро случилось А мы уже по паре рогов осушили Твои сыновья не уважали законов Если бы не Йорунде Я бы еще в первый раз Рот Йорунда И мой рот Разделил Блод с Фейт Кровная вражда Мне все равно Что он сделал Или сказал Я не хочу проливать больше крови Но если нужно Буду защищаться Ты будешь защищаться Перед судом Йорла Если Лугос Безумный Признает Что ты не виновен Ты будешь свободен Значит мне отдаться На суд человека Прозванного Безумным Или сражаться Со всей деревней А всех тебе не одолеть Путь у тебя Хоть три меча Будь по вашему Видите Ого Квест продолжается Ну давайте посмотрим Вот ведь сходил В кабак Выбраться из тюрьмы Не получится нам К сожалению С вами ребятки Сковать Броню Школа Медведя Хотя у нас ранг позволяет И сейчас мы даже Это и не проверим Это получается Еще один Дополнительный квест Я хотел вам показать Только один И дальше спойлерить Уже смысла нет Как я и говорил Как видите Один Казалось бы Дополнительный квест Приводит к еще Одному квесту Эта цепочка Может тянуться Очень и очень Долго Предлагаю на этом моменте Все таки Закончить данный эпизод Если он вам понравился Не забывайте Поставить лайк Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны На мой основной Дополнительный Вступайте в нашу группу Вконтакте Оставляйте свои комментарии Я бы сказал вам Что мы продолжим Но Скорее всего Скорее всего Я квест следующий Не буду делать С выбиранием Устермы Пишите в комментах Если хотите посмотреть Продолжение Этого квеста То есть логически Его закончить И сковать Броню Медведя И на этом В принципе Анонс Ведьмака Третьего Будет завершен Тогда мы уже Продолжим его Проходить С самого начала Непосредственно Когда я закончу Первого и второго Ведьмака В ближайшее время Я займусь за них Более крепко И месяца через два Я думаю Третьего-то мы Начнем Если же вы не хотите Спойлеров То тоже пишите Об этом В комментариях Ну а на сегодня Все С вами был Крестоносец Всем удачи До новых встреч Пока-пока